Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. В Сочи мужчина с ножом напал на сотрудника банка и причина вовсе не в попытке ограбления. Вклад в экономику города благодаря налогам бюджет Сочи в 2018 пополнился на 7,5 миллиардов. В этом году для увеличения доходной части в мэрии составили план. Один из пунктов – легализация зарплат. Заплыв на дистанцию 2014 метров, Сочи и сочинцы готовятся к пятилетию Олимпиады. Также в этом выпуске Сочи принял участие в мировом флешмобе «Освети проблему рака». Для этого на курорте в особом стиле подсветили знаковый объект. А в память о Децле в Сочи создали граффити. Ну и первый в российской истории батутист-олимпиец встретился с сочинскими спортсменами. Сегодня в Сочи мужчина угрожал ножом сотруднику банка. Инцидент произошел в отделении на улице Горького. Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, посетитель стал выражать недовольство тем, что слишком долго стоит в очереди и вступил в конфликт с менеджером банка. После чего мужчина достал нож и стал угрожать. Вышедшие на улицу посетители сообщили об инциденте правоохранителям. Полицейские задержали злоумышленника. Личность вооруженного ножом мужчины установлена. При нем были документы. Задержанный является жителем Сочи. Также стало известно, что гражданин состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Сотрудники полиции получили сигнал об инциденте. Злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции по центральному району города Сочи. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Модернизацию региональной системы госзакупок обсудили на краевом планерном совещании. Провел его глава краевния Мин Кондратьев. В зале собрались заместители губернатора, руководители профильных ведомств. На видеосвязь вышли и все главы муниципалитетов. Как отметил губернатор, система госзакупок – это действенный инструмент для развития экономики края. Поэтому она должна быть прозрачной, эффективной и максимально понятной для всех участников. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. Модернизация региональной системы государственных закупок – сегодня основной вопрос на краевой планерке. Важная тема как для региональной, так и для муниципальной власти. Сегодня значительная часть бюджетных средств расходуется в рамках государственных и муниципальных закупок. Только за прошлый год сумма по контрактам составила около 150 миллиардов рублей. Но эта система сегодня требует совершенства, считает Вениамин Кондратьев. В первую очередь необходимо создать равные конкурентоспособные условия для всех участников. Если мы уберем госзакупки на конкурсной основе и уберем конкуренцию, то работать будут только одни. А другие будут на них смотреть и завидовать, и думать, почему они только и работают. Система государственных закупок должна быть понятной, прозрачной, эффективной. Вот что просто должно быть. И мы должны сегодня понимать с вами, как нам сделать систему государственных закупок понятной для всех. Для реального сектора экономики, для малого, среднего бизнеса. Результат, который мы будем иметь в рамках реализации открытых прозрачных конкурсных процедур. Результат для кого? Для себя? Для собственного кармана? Либо для района или края? В этом, наверное, разница подходов, в том числе и к оценке прозрачности госзакупок или непрозрачность. Работа по модернизации государственных закупок в крае началась еще в прошлом году. Сначала специалисты проанализировали ситуацию в регионе и определили ряд ключевых проблем. Сегодня на них сосредоточено особое внимание. Большое количество нарушений в контрактной системе начинается с неквалифицированных кадров. Отсюда и неправильное планирование, составление документации с ошибками, формирование неверного отчета. И, как итог, закупочный процесс срывается. Чтобы в дальнейшем не допустить подобные ошибки, в каждом районе созданы так называемые центры компетенции. Единый орган закупок для отдельного района, куда будет стекаться вся информация о контрактах от поселений. На такую схему работы муниципалитеты должны были перейти с начала этого года. Но и здесь есть отстающие. Не создан центр компетенции только в Сочи. Причина – невозможность увеличения штатной численности, как заявляет муниципалитет. Ну, коллеги, есть разные способы. Мы говорили и создание учреждения. Тем более, что город Сочи – это не маленький муниципалитет. Плюс можно, наверное, посмотреть и внутренние резервы. Если вы не хотите создавать отдельное учреждение, всегда можно перераспределить ресурсы трудовые. В некоторых муниципалитетах финансовой дисциплины и вовсе отсутствует. Одна из проблем, с которыми сталкиваются исполнители контрактов – несвоевременный расчет. Кредиторская задолженность перед предпринимателями составляет в общей сложности почти 130 миллионов рублей, что само по себе недопустимо, говорит губернатор. «Нужно вовремя рассчитываться. С исполнителями-то тоже контрактов. А у нас как получается? Порой задержка идет до полугода, года даже идет. Такое ощущение, что это у вас месть за то, что не те выиграли. Вот такое чувство происходит. И они говорят, а мы победили, а теперь нам деньги не дают уже год. Потому что мы не свои, так и говорят, коллеги. Так тоже не пойдет. Если выиграли контракт, если исполнили контракт, если вы его приняли уже, эти все работы или все, что в рамках контракта должно было быть, ну тогда рассчитайтесь. Как это год или даже полгода не рассчитываться, коллеги, даже месяц недопустимо. Недопустимо. Они же выполнили контракт, срок выполнили, качественно выполнили, вы приняли. А кто-то и кредиты брал, по большому счету. И так и говорят, а что ж мы… Поэтому неправильно. Еще раз подчеркиваю, неправильно. Вот здесь по том, чтобы задолженность не образовывалась с исполнителями контрактов, здесь надо тоже одержать на контроле ситуацию. Держать на контроль. Не превращать это в инструмент мести тем, кто, еще раз подчеркиваю, выиграл в чьих-то незапланированных планах. Чтобы госзакупки проходили максимально прозрачно, краевые власти ведут новую региональную информационную систему, которая позволит полностью автоматизировать процесс. В перспективе она будет дорабатываться и расширяться. На планерке также обсудили участие в торгах малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. За последний год они стали активнее участвовать в госзакупках на конкурсной основе. У нас активность малого бизнеса достаточно высокая. По 44-му ФЗ, вы уже сказали, не менее 32% у нас объема госзакупок был именно в субъектах МСП. В два раза превышает минимальный порог. Для сравнения, в 2017 году данный показатель был всего 23%. Кроме того, фиксируем и активность достаточно высокую в рамках 223-го ФЗ. В 2018 году общий объем закупок по 223-му закону у нас составил 5,4 миллиарда. Из них 4,2 приходится на долю субъектов МСП, что в три раза больше, чем в 2017 году. Госзакупки на конкурсной основе – это на самом деле реальный инструмент для развития реального сектора экономики. Поверьте, а иначе как нам его развивать? В том числе это гарантированные платежи, если контракт заключен с муниципалитетом или государством. А мы должны создать условия для того, чтобы равные были условия и у малого, и у среднего бизнеса. Конкуренция, конкурентная среда должна быть, конечно, и в госзакупках, поэтому они не на конкурсной основе. И, Василий Завченко, мы сегодня говорили о том, что у нас 32% малого, и среднего бизнеса, которые принимают участие сегодня в закупках. Ну и еще социально ориентированные некоммерческие организации, и они тоже не должны быть обижены. Поэтому вы эту ситуацию тоже возьмите под свой контроль. Особенно, еще раз подчеркиваю, социально ориентированные некоммерческие организации. За нарушениями в сфере региональных закупок следит Краевое управление Федеральной антимонопольной службы. Количество жалоб на торги, как отметил руководитель ФАС по Краснодарскому краю Олег Тихенький, снижается. Но некоторые муниципальные заказчики все же пытаются поступить хитрее, устраивая так называемые фиктивные торги. Как раз такие антимонопольная служба аннулирует. При наличии допуска нескольких компаний на торги, когда мы видим, что торги реальные, не просто подало 10, но и допущено к торгам, там 8-9 компаний, мы никогда такие, у меня задача такая, мы никогда такие торги отменять не будем и приостанавливать заключение контракта не будем. На краевых планерках, которые проводит лично глава региона, присутствуют заместители губернатора, руководители профильных ведомств, а также на видеосвязь выходят все главы муниципалитетов. Такой формат позволяет решать все проблемные вопросы в режиме живого времени. Вот и в этот раз Вениамин Кондратьев обратился к собравшимся. Коллеги, вот есть возможность Олегу Леонидовичу задать вопрос, и особенно к главам муниципальных образований, обращаясь к вашим заместителям, которые отвечают за это направление, чтобы потом не говорили опять, что вот здесь антимонопольная служба к вам предвзято относится. Вот если не задаете сейчас вопрос, значит потом никогда его и не поднимайте передо мной, потому что хорошо говорить о ком-то, когда его нет в диалоге. Очень хорошо. Задайте все вопросы по любой ситуации, в том числе в крайнем случае, он возьмет на контроль, потом в персональном режиме к нему подъедете и разберетесь. И дадите оценку своим, в том числе тем, кто у вас отвечает за торги. И вам доложили о том, что вот извините, антимонопольная служба взяла нам торги, сорвала. Коллеги, еще раз задаю вопрос. Всем, кто считает, что где-то ситуация стороны антимонопольной службы была предвзятая к вашим конкурсным процедурам, пожалуйста, задавайте вопрос. Пожалуйста. Коллеги, это вот, знаете, я так понимаю, вопросов нет. Нелогично, коллеги. Я тогда надеюсь, что и потом их тоже быть не должно уже. В завершении совещания Вениамин Кондратьев отметил, что к теме модернизации государственных закупок будут возвращаться еще не раз. Чтобы больше не допускать ошибок в системе, необходимо их разбирать отдельно по каждому муниципалитету. Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. В этом году на Кубани увеличат финансирование общественно полезных программ некоммерческих организаций почти в два раза. С 16 миллионов рублей до 30. Об этом говорили во время пленарного заседания Краевой общественной палаты. Участие в нем принял губернатор Вениамин Кондратьев и спикер Кубанского парламента Юрий Бурлачко. В зале собрались активисты со всего региона – волонтеры, спортсмены, ученые. На встрече обозначили основные задачи на 2019 и подвели итоги прошлого года. В Краснодарском крае эта организация работает уже больше пяти лет. Ее участники входят в федеральные, краевые, экспертные и консультативные советы. И сегодня же за активную работу и весомый вклад в развитие региона Вениамин Кондратьев наградил почетными грамотами и дипломами активистов. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Торгового центра «Мюнхен» скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн и яркие аксессуары. «Мюнхен». Время выгодных покупок. Больше на 64 миллиона. В прошлом году, благодаря налогам и арендной плате за землю, бюджет Сочи пополнился на более чем 7,5 миллиардов рублей. Об этом главе города Анатолию Пахомову на протокольной встрече рассказала заместитель директора Департамента экономики и стратегического развития администрации курорта Лейла Гондалоева. Если говорить об отраслевых поступлениях по налогам, то лидерами уже не первый год являются потребительская и санаторно-курортная отрасль. Также серьезный вклад в экономику города по итогам прошлого года сделали предприятия строительного и дорожно-транспортного сектора и отрасль здравоохранения. «За 18-й год в бюджет мы заработали 7 миллиардов 734 миллиона. Это очень хорошо. У нас прирост. Естественно, основной источник дохода НДФЛ, налог на доходы физических лиц, потому что его платят особенно все жители, кто у нас работает, получают зарплату. Именно сочинцы его и платят, и те, которые к нам приезжают работать. И, естественно, остается высокий порог, ну или высокий сегмент в бюджете. Это арендная плата мы по-прежнему зарабатываем, сдавая в аренду свое муниципальное имущество». НДФЛ дает почти треть от всех поступлений в бюджет города, поэтому одна из основных задач на год – борьба с задолженностью по зарплате и выявление бизнесменов, которые выплачивают серую зарплату или зарплату в конверте, уходя таким образом от налогов. «Мы понимаем те задачи, которые мы на себя взяли, особенно социальные задачи по строительству. Мы должны не только завершить строительство двух школ, которые мы сегодня строим. Мы начинаем еще две школы строить, начинаем два детских сада строить. У нас надо очень много ремонтировать, поэтому нам нужны деньги. И естественно, что налоговая часть, я думаю, что мы будем действительно совершенствоваться и будем больше осуществлять контроль, помогать налоговой службе». В Сочинской мэрии разработан план мероприятий, направленных на пополнение доходной части бюджета. Помимо работы по легализации зарплаты, в план включена проверка гостиниц на предмет уплаты налогов, соответствие фактического использования земельных участков видом разрешенного использования, а также борьба с задолженностью муниципальных организаций. «Мы должны выяснить, сколько у нас не используется имущества в наших МУПах, в том числе МУП теплосети, и продать все то, что нам не нужно. Мы должны разобраться с нашим МУП-озеленитель и продать все то, что нам не нужно. Развивать-то надо не за счет нашего бюджета, а за счет их деятельности. Поэтому над этими формами нам надо поработать». «Мы обязаны с вами создавать все условия для развития конкуренции, потому что сегодняшнее положение наших МУПов говорит о том, что мы им помогаем фактически самим себя не обеспечивать, а сидеть на иждивении нашего же муниципального бюджета». Освети проблему рака. Сочи принял участие в мировом флешмобе, посвященном Дню борьбы с онкозаболеваниями. Накануне в рамках акции сотни зданий по всему миру подсветили в сине-оранжевые цвета. В нашем городе внимание к проблеме привлекла гостиница «Жемчужина». В прошлом году многие города мира высказали свою позицию, подсветив самые примечательные места. Это и Ниагарский водопад, Empire State Building в Нью-Йорке, телебашня в Торонто. Партнером от России стал Крокус Сити Холл в Москве. В этом году акцию поддерживает и Сочи. Зданием для сине-оранжевой подсветки была выбрана «Жемчужина», где в апреле пройдет конгресс детских гематологов и онкологов России. Цель мирового флешмоба, который на этот раз проходит под девизом «Это я и я буду» – акцентировать внимание общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, а также повышение осведомленности о профилактике раннем выявлении и лечении. Сегодня мы тоже, подсвечивая это наше общественное здание, нашу «Жемчужину», наш тренд города Сочи, мы как раз говорим о том, что каждый абсолютный человек должен помнить о том, что ему необходимо проходить диспансеризацию, ему необходимо думать о профилактике. И еще раз повторяю, что совершенно необязательно использовать для этой профилактики какие-то необыкновенные аппаратуры. Достаточно во многих случаях прийти просто к врачу. Акция «Освети проблему рака» не призвана вызывать чувство сожаления и скорби, а только надежды, подчеркивают организаторы. Многие онкобольные выздоравливают и продолжают жить. Высокие показатели выживаемости и в детской гематологии и онкологии, вплоть до 90%. Для того, чтобы специалисты со всей страны могли обменяться передовым опытом, передовыми знаниями. Именно в Сочи в конце апреля пройдет конгресс детских гематологов и онкологов России. В этом году мы поговорим и об иммунологии, потому как в современном мире лечение онкологических заболеваний, лечение рака становится все более высокотехнологичным. И это уже не классическая химиотерапия, но и такие вот средства, которые имеют иммунный механизм действий. И в том числе, к слову, нужно сказать, что ряд пациентов Краснодарского края такое лечение и получали, и получают в настоящий момент. В связи с федеральной программой детская больница у нас будет строиться новый высокотехнологический корпус детской больницы, где будет создана новая служба, включая отделение трансплантации костного мозга. Выздоровление приблизится уже практически, сейчас оно на 95%, надеемся, что будет приближаться к 100%. Будем проводить совместно с Национальной организацией детских онкологов этот конгресс юбилейный, именно избрали Сочи как центр, потому что здесь уже 30 лет, как функционирует вообще служба гематологии, детской гематологии в том числе. Поэтому у нас в Сочи все в порядке. С тобой ушла целая эпоха. В Сочи появилось граффити в память о Децле. Изображение известного рэпера, который ушел из жизни несколько дней назад, нарисовали на здании в районе Светланы. Портрет Децла нарисовала известная в Сочи команда художников You Feel My Skill. Они авторы десятков портретов известных людей по всему городу. Граффити с изображением рэпера находится на улице Комсомольской. Вот что художники написали в своем посте в Инстаграме. Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас, и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха. К работе над портретом художники приступили сразу после того, как узнали о трагическом событии. Кирилл Толмацкий получил широкую известность в 2000-х, выступая под псевдонимом Децл. Дебютный альбом рэпера «Кто ты» вошел в число самых продаваемых в России и продается по сей день. Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после концерта в Ижевске. Причина преждевременной кончины, по предварительной информации, сердечный приступ. По сообщениям родственников артиста, Кирилл Толмацкий будет похоронен 6 февраля в Москве. В этот же день утром на канале Децла в Ютубе будет впервые представлен его новый клип, который кумир миллионов не успел выпустить при жизни. На поезда в Адлер начнут продавать невозвратные билеты. РЖД откроет продажи на поезд Ростов-на-Дону-Адлер 19 марта. Со 2 апреля также можно будет купить такие билеты на поезд Москва-Адлер. По невозвратным тарифам будут продавать около 10% мест в купе и сидячих вагонах, пишет российская газета. Отмечу, стоимость поездки по билету, который нельзя вернуть, будет ниже, чем по возвратному. Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки. При покупке билета на сайте РЖД невозвратные билеты обозначат специальной иконкой. Введение таких билетов позволит сэкономить от 5 до 20% от их стоимости. Во слава Кубани на благо России в Сочи прошел муниципальный этап краевого фестиваля конкурса народного творчества. Он проводится раз в три года. Подробнее расскажет наш корреспондент. Праздник искусства и творчества – это возможность для артистов еще раз продемонстрировать всем и талант, и самобытную культуру региона. Любой конкурс, любой фестиваль, который проводится на уровне края, город Сочи всегда принимает участие и всегда в списках лауреатов или победителей. Первое, что увидела компетентная жюри – это известный спектакль «Белые ночи» театра кукол «Саквояж». Он был создан специально для слабовидящих зрителей. И в целом же на участие в конкурс было подано около 500 заявок от различных творческих коллективов, художников, мастеров декоративно-прикладного искусства. Очень много таких работ запоминающихся и действительно очень интересных, теплых, душевных. Конкурс называется «Народного творчества». Вот здесь, наверное, в воплощении культуры и жизни духовной именно нашего народа. И все так переплелось, и все красиво. Изумительно. Самой привлекательной частью фестиваля стала скульптурно-музыкальная композиция «Умирающий лебедь». Именно так называется один из первых немых фильмов, снятых в Сочи в пешенебельном отеле «Кавказская ривьера». Этой ленте и посвятили номер. Завор с режиссером. Так, скажите, пожалуйста, что следит за инсталляцией? Эта инсталляция называется «Режиссерская группа». То есть мы имитируем ретроспективу, как снимали в Сочи фильмы в 20-х годах прошлого века. Очень интересно попробовать себя в разных направлениях кинематографа, попробовать себя, так сказать, в роли женщины-хлопушки. А на сцене зимнего театра зрители ждал сюрприз. Увлекательные приключения итальянца в стране магнули. По сценарию знаменитый режиссер знакомился с многонациональным обществом Черноморского побережья. Победители муниципального этапа конкурса «Вославу Кубани на благо России» отправятся в Краснодар, где пройдет финал фестиваля конкурса народного творчества. Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сегодня в Сочи состоялся морской заплыв на 2014 метров. Город готовится к празднованию пятилетия Олимпиады. Для многих физкультурно-спортивных сообществ это знаковое событие. И сегодня, как и перед стартом зимних игр в 2014-м, они стараются как-то по-особенному отметить эту дату. В 2014-м году любители бега из Омска, преодолев дистанцию 3700 километров, попали в Сочи как раз к открытию зимних игр. Это было 5 февраля 2014 года. Сегодня один из участников пробега, ветеран-физкультурник Николай Глушков, а тогда ему было 60, вспоминает события пятилетней давности. Пять лет назад, на открытии зимней Олимпиады в Сочи, я оказался именно на этом месте. Мы прибежали из города Омска, 20 бегунов, бежали 14 дней, 3700 километров. Но моя дистанция заканчивалась на берегу моря, где я еще должен был, как морж, с известными характеристиками, проплыл свой километр. Сегодня Николаю Глушкову 65, и он решил отметить пятилетие Олимпиады с заплывом, но уже на другую дистанцию – 2014 метров. Приглашал всех желающих, но смельчаков плыть минут 30-40 не оказалось. Пришлось самому преодолевать Олимпийскую дистанцию. Первый в российской истории олимпийский чемпион по прыжкам на батуте встретился с сочинскими спортсменами. Наш земляк, уроженец Краснодарского края Александр Москаленко пообщался с начинающими батутистами. Олимпийский чемпион, причем первый в истории нашей страны, пятикратный чемпион мира. Все это об Александре Москаленко. Сегодня в Сочи он встретился с юными спортсменами, воспитанниками спортивной школы Олимпийского резерва номер 3. Дети смогли задать прославленному спортсмену любые вопросы. А спросить было о чем, ведь Москаленко уникальный спортсмен. В 99-м году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как обладатель наибольшего количества золотых медалей в истории прыжков на батуте. На важных турнирах он дважды выходил на батут со сложнейшими травмами, с компрессионным переломом грудного отдела позвоночника и с незажившим переломом ноги. Начинающим спортсменам он пожелал никогда не сдаваться и настроиться на серьезную работу. Отметил, что такие встречи юным батутистам с уже опытными коллегами просто необходимы. Секрет советского спорта и его побед заключался в том, что в спорт приходило тысячу, оставалось сто, десять становилось ого-го, а один великим. Сегодня, к сожалению, приходит сто. И вот такие приезды, личным примером, ты даешь тот посыл, тот импульс детям для занятий. Отделение прыжков на батуте в третьей спортшколе открыли в начале года. Секцию сейчас посещают 50 ребят. В руководстве школы надеются, что после встречи с Александром Москаленко желающих заниматься батутом в Сочи станет больше. В Сочи прошли открытые чемпионаты первенства города Сочи по всестилевому карате. Отличились местные спортсмены. Соревнования собрали более 200 участников со всего Краснодарского края, Ростова и Липецка. Юные спортсмены, впервые выступающие на татаме, соревновались в дисциплине ката. Более опытные каратисты провели поединки в дисциплине кумите. Многие из участников являются победителями и призерами краевых и всероссийских турниров по всестилевому и косике карате. В возрастной группе 16-17 лет среди юниоров победителем стал Алан Кумаритов. Среди ветеранов весовой категории 85 килограммов чемпионом стал представитель Адлерского района Евгений Вишнев. По результатам состязания лучшие спортсмены будут представлять Сочи на чемпионате Южного федерального округа. Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, ну и в группе FKT ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok